так всем приветик готовлюсь к мукбангу дожариваю палочки и лавашек вот ариша отдыхает ариша что ты смотришь арен что ты смотришь арена насмотрит шурочку стол и так все готово представляю вам значит свое блюдо это вот такие палочки в панировке из ментая помидорки и чипсики из лаваша выключила видео которое ринг смотрел арен знает смотрите как приуныла и приуныла но сейчас мама дай снимет и включит тебе приуныла и так давайте подкрепимся сейчас уже поздний вечер я собиралась спать вот пораньше лечь потому что завтра у меня такой хлопотный динамичный день и вот на ночь глядя перекушу так уж и быть присоединяйтесь ну и о чем-нибудь интересным поболтаем у меня уже в принципе есть идея о чем таком поговорить так эти палочки рыбные я уже пробовала из всех видов которые продаются в супермаркете ближайшем я выбираю именно их потому что в составе рыбное филе они филе минтая они рыбный фарш когда рыбный фарш это значит туда все пошло там кости пошли все все не кондиционные тушки все туда просто знаете в эту дробилку запустили получился рыбный фарш не очень приятно об этом думать ну а рыбное филе вроде как очень я удачно их пожарила в этот раз потому что обычно бывает так найти что я что они у меня как-то расписают а это прям с хрустом хорошая прожарка над нами потому что я их сразу в такой очень раскаленное масло положила вот в чем секрет оказывается чай у меня зеленый и одна ложечка сахара крепкий зеленый чай так хорошо меня видно тема сегодняшнего видео о чем хотелось таком интересно поговорить за ужином часто встречаю комментарии на тему того нужно достаточно давно такие комментарии встречаются на моем канале что вот типа ты не знаешь чего ты хочешь ты потерялась ты какая-то метущаяся личность мятежная даже такие эпитеты ко мне применялись ну классно если вы видно люди читающие да не просто какую-то банальщину ко мне применяют такие эпитеты в общем метущаяся личность не знающая что и хочет от жизни и везде тебе плохо и везде ты там чем-то недовольна и так далее и тому подобное и так несколько слов на эту тему есть такое очень классное выражение не каждый кто блуждает потерян не каждый кто блуждает потеря если вы видите человека блуждающего это не значит что он потерялся потерянный человек это человек по моим понимания который у которого нет цели который временно или хуже позна постоянной основе потерял свои какие-то ориентиры в жизни, может быть желание, не только ориентиры, но и желание потерял. Вот это потерянный, да, а человек блуждающий, это не значит, что он потерянный, он значит, что он ищет. Кстати, эта концепция вообще, она, знаете, такая очень органичная для человека концепция, потому что и наши предки блуждали, блуждали в поисках лучшей жизни. Правда, у наших предков поиски были не столь глубокие. Сейчас, по мере развития цивилизации, по мере упрощения нашей жизни, поиски становятся более глубокими. То есть, если раньше человек искал там банальных вещей, как говорится, место под солнцем, да, хорошее ореол обитания для себя, пищу, кров и безопасность, то сегодня человек ищет себя гораздо глубже. Он ищет себя в разных сферах, да, он ищет себя в работе, он ищет себя в творчестве, он ищет себя в отношениях, он ищет вообще себя в себе, такое тоже бывает, потому что бывают такие ситуации, когда у человека уже все в жизни налажено, вот нет гармонии с собой, он ищет себя в себе, да. Люди ищут себя в религии, в религиях различных, люди ищут себя вообще во всем, что вокруг себя видит, и этот поиск это абсолютно нормальное явление, ну, как по мне, да. Что касается недовольства, ну, наверное, можно так или иначе упрекнуть человека за какое-то недовольство в том случае, если у человека действительно там прокачаны уже все сферы жизни, он всего достиг, но почему-то недоволен до сих пор, ну да, как тебе не стыдно, у тебя все есть, ну что ты ноешь? Когда у человека там полный, полностью пробелы там в разных сферах жизни, ну, это нормально, что человек недоволен, те же хотят реализоваться в тех сферах, которые для них приоритетны. Поэтому некая степень недовольства, она присутствует абсолютно у всех, тот, кто говорит, что я типа всем доволен, скорее всего, на показ, на публику такое своего рода лицемерие, если не на постоянной основе, то периодически каждый из нас впадает или впадал в какое-то вот такое состояние неудовлетворенности жизни, когда ты не совсем доволен тем, что есть сейчас, хотел бы что-то менять, ищешь возможности, ищешь ресурсы, вот так. Поэтому не каждый, кто блуждает, потерян, друзья мои. Опять-таки, если человек уже осел и определился, это от них не равно счастье, гармонии, исполнение желаний, нет. Иногда люди никуда не рыпаются, ничего не ищут, ничего не стремятся менять, чтобы минимизировать свои риски. В этом тоже нельзя упрекать человека, это абсолютное право человека, хотеть минимизировать свои риски. Я не хочу ничего пробовать в этой жизни, потому что я не хочу рисковать тем, что у меня уже есть. Нормальная тоже позиция, такая позиция тоже имеет место быть, но навязывать ее другим людям получается, что как-то не очень... Ну, неправильно, зачем, да? Каждый живет в своих реалиях. Так, что еще есть интересного? Есть очень интересная тема упрека. Ну, как ты можешь жаловаться на жизнь, когда, посмотри, вот есть люди, которые там живут хуже, чем ты и не жалуются, держатся, да? Посмотри на меня, у меня там болеет, да? Человек говорит, что у нее болеет там близкий человек, да? Посмотри, я вот живу с ним, мы не сдаемся, мы боремся, у тебя, ну, не такие обстоятельства, как у нас, тяжелые, а ты ноешь. Откуда берется такое мировоззрение и насколько оно, как бы, работает в реальности? Судя по тому, что это такая теория, такое преподнесение ситуации очень популярно в обществе, значит, это выросло откуда-то. Откуда-то это выросло? Скорее всего, из нашего детства нас так воспитывали в такой концепции. Что касается меня, да, тоже так же получается, что воспитывали в этой концепции. Я тоже слышала такие фразы, как там, тебе не стыдно, да, там, в Африке дети голодают, там, у кого-то рук-ног нет, а у тебя вот есть все. Руки-ноги, голова на плечах, чего ты ноешь? Тут важно понять, откуда вообще выросла эта идеология. Уже не в наших головах, в наших головах, понятно, от родителей, от бабушек, дедушек предыдущих поколений, а у них откуда? У них, скорее всего, политическая, вот это есть подоплека жизни в обществе, в стране. Жизнь в стране так строилась, что людей на это настраивали. Не ропщите на жизнь, не жалуйтесь на то, что у вас есть. В общем-то, какая-то уравниловка, ты не должен хотеть чего-то большего. Довольствуйся тем, что у тебя есть, а то и этого не будет. Так или иначе, какими-то вот, через какие-то символы это людям подавалось, да, какими-то путями, чтобы действительно была такая уравниловка, не высовывайся, не выделяйся, будь как все, не нужно хотеть слишком много. И, возможно, для тех реалий это была нормальная, естественная концепция. Поэтому она и работала. Сейчас это не работает, и вообще каждый строит свою жизнь на своем уровне. Не в том смысле, что у кого-то выше уровень, у кого-то ниже, а вообще, в принципе, у людей принципиально разные уровни. Вот представьте какого-нибудь парализованного человека, вдруг он утром просыпается и понимает, что он может пошевелить пальцем на ноге. Для него это грандиозное событие, для него это знак надвигающегося восстановления, да, что, возможно, к моему телу вернется чувствительность, я восстановлюсь, я, может быть, буду ходить. Это для меня знак, да. Что для вас двигающийся палец? Вот подвигайте пальцем на ноге. Классно, прикольно, сразу стало легче выплачивать ипотеку, может быть, или, не знаю, у вас стало легче на душе после измены мужа, или после того, как он развелся и бросил вас с двумя детьми, просто подвигайте пальцем на ноге, стало легче, нет? Почему? Потому что ваша жизнь строится на другом уровне, вы в другой нише, у вас другие правила. Это как в игре на каждом уровне, да, есть какое-то там задание, какие-то требования, там собрать 300 монет, там 500 каких-то там медалей и так далее. По мере перемещения с уровня на уровень, там новые цели, и, соответственно, ты можешь там собрать 100 монет, 500 медалей, и это было хорошо для прежнего уровня, но для этого уровня, на котором ты сейчас, это потеря и проигрыш. Ну вот как-то так, в реальности это работает, то есть ты в реальности себе можешь сколько угодно говорить, что там у тебя есть еда, будь благодарен, в Африке голодают дети, но это никак не отменяет, не обесценивает других твоих проблем, которые для тебя не менее важны, чем еда. В каком-то общечеловеческом смысле, конечно, нужно ценить всё то, что ты имеешь, а глобально такой стиль мышления вообще, как мне кажется, может привести к полной деградации. Вот сиди просто и радуйся к тому, что у тебя ноги и они ходят. Не надо ничего предпринимать, люди там, не знаю, пишут книги, создают картины, летают в космос, создают какую-то технику, делают открытия, идут на работу и создают какой-то продукт, полезный для них же самих и для общества. А ты ничего не делай, просто радуйся шевелением пальца на ноге, потому что это и так, в принципе, зашибись, к чему ещё в жизни стремиться. Слава Богу, что есть руки, ноги и голова, всё. Больше ничего не хочу, больше никуда не двигаюсь и больше ни к чему не стремлюсь, потому что стыдно хотеть чего-то большего, когда ты имеешь то, что по сути дела, ну, хорошо, когда это есть, и это естественно то, что дано нам природой. Это хорошо, это как бы есть норма, да, наличие всех частей тела, это есть норма, данная природой, и это отчасти мы принимаем как данность, и это правильно. Если мы будем зацикливаться только на этом, вообще общество в целом, наверное, деградирует. У меня такая, я не знаю, что вы думаете на этот счёт, напишите. Ммм, вкусные. Ммм. 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 Что касается моей личной ситуации, то это нормально, что я ищу. Ммм. Я человек, который в какой-то момент потерял, если не всё, то многое, и это с каждым может случиться совершенно не запланированно, да. Я вот не планировала, чтобы у меня умерла мама, я не планировала этого, я не планировала остаться без квартиры, я не планировала этого. Я не планировала, что я выйду замуж, и у меня будет такая ситуация, что мне придётся какое-то время жить отдельно от мужа, да, заниматься подготовкой документов для иммиграции. Вступая в первый брак, я не могла догадываться, что там через 6 лет наши отношения себя исчерпают. Я должна буду признаться себе в этом, что мы просто друг друга обременяем, мы живём как соседи, мы воруем друг у друга молодости, лучшие годы, ничего не давая друг другу при этом уже взамен, и что надо разрывать эти отношения и расходиться. Конечно, когда я обнулила всё в своей жизни, понятно, что я вышла на какое-то, знаете, пустое поле, равнина вокруг меня, и я должна начать свой путь, с чего-то начать свой путь. Вот, поэтому это нормальная ситуация, которая у меня сейчас есть в жизни. Если что-то не нравится, конечно, я имею право пожаловаться, как и любой другой человек, что это за запрет на эмоции, да, как общество может запрещать тебя испытывать чувства в том, и в тот же момент не запрещать испытывать чувства себе, самому. Или не выставлять их на показ, в смысле, блогер выставляет на показ-то. А вы не выставляете, да, комментаторы тоже выставляют, вы выставляете своё мнение на показ, в том числе и негативное, в том числе и агрессивное, или какое-то там, наоборот, позитивное, да, вы тоже делитесь, вы тоже выкладываете в сеть. Вы же не там, не сохраняете это в рамках своей семьи, да, кто-то там не комментирует ничего. Но многие же предпочитают высказываться, они не считают, что они делают то же самое. Так же выливается в негатив. Если вам можно, значит, получается мне тоже можно, почему нельзя, почему такая дискриминация, вот что меня интересует. Что-то я ещё медленно как-то ем. Так, давайте закругляться. Пишите, что вы об этом думаете. На тему поиска себя, на тему какой-то потерянности, нормально ли искать себя, или в принципе уже так родилось, будь обязана определись, дай общество знать, что ты хочешь, не мечись, мать твою. Либо же всё-таки это естественный процесс. Ладно, пишите, что вы думаете в комментариях, очень интересно почитать ваше мнение. Всем огромное спасибо за внимание, не забывайте ставить лайк, подписываться на мой канал и пока-пока.